Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Программа Экономика. Для общепита приняли послабление. Региональный законопроект нашел поддержку депутатов ОЗС. При начислении возможного годового дохода по патенту предложено учитывать не общую площадь объекта общественного питания, а площадь зала для посетителей. Сейчас для многих получение патента невозможно, поскольку необходимо иметь общую площадь от 50 до 150 квадратных метров, хотя подразумевается именно площадь торгового зала. Теперь большее количество предпринимателей сможет воспользоваться патентами и тем самым снизить или оптимизировать свою налоговую нагрузку. Закон вступит в силу с 1 января 2022 года. Экономика. На 101 ФМ. Кировчанам все чаще продают алкоголь с поддельными акцизными марками. Это отмечают в полиции. С начала года в регионе полицейские выявили 23 преступления, связанные с контрафактом, в том числе алкоголя. Так, в апреле пресечена деятельность целой организованной группы, которая приклеивала поддельные акцизные марки на контрафактный алкоголь. В отношении организатора возбуждено 4 уголовных дела. В ОМВД заявляют, что в Кировской области все популярнее различные вариации поддельного алкоголя. Либо без акцизных марок, либо с имитацией, с надписью «Не является акцизной маркой». Такой товар продается почти в два раза дешевле легального. Экономика. Завершение о валютах. На сегодня доллар стоит 73 рубля 82 копейки. Курс евро 83 рубля 32 копейки. Ольга Болезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101ФМ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова